Друзья, привет! Ну что, чем зарядить бюджет на свои аккумуляторы? Можно вот такой вот зарядочкой ASDT Q6 Nano. Стоит она 30 долларов. Ссылочка есть на нее внизу и на другие зарядки тоже под видео. Смотрите. Значит, ну давайте сейчас рассмотрим ее. Что мы имеем? Вот такой компактный внешний вид. То есть реально она маленькая, переносная. Может заряжать до 6S, то есть 1-6S. Ну и, соответственно, другие виды аккумуляторов тоже. Здесь порт для подключения к компьютеру. Порт, грубо говоря, для питания самой зарядки. Здесь нет блока питания внутреннего, то есть в любом случае нужен внешний блок питания, либо аккумулятор, как в данном случае мы подключим. Здесь подключается уже аккумулятор, который будем заряжать, и здесь вентилятор для охлаждения. Как видите, она у нас один порт имеет, и все. Итак, сначала пройдемся по настройкам. Вот это есть вот у нас одна кнопочка, которая вверх-вниз и центр. Честно скажу, попадать на центр очень сложно. Зажали, попали в основные настройки. Здесь 10 вольт минимальный вольтаж, который входит. Кстати говоря, можно питать от 10 до 30 вольт. Прикольно? Прикольно. Яркость убавить, звуки убрать, все стандартно здесь. Язык английский, русского нет, но и другие языки есть. Селф-тест можно провести, то есть все нормально работает. Проверяет и вентиляторы, и все, что только можно. Опа! Нормальная рабочая зарядочка. Проверить перед покупкой бэушной можно. Так, калибровка. Соответственно, для калибровки нужно подключать сам аккумулятор. Все вот так вот подключили. Теперь заходим, и можно зарядку откалибровать, если что-то где-то не сходит. То есть замеряя напряжение по банкам. Дальше BATGO заряжает, видимо, эти аккумуляторы тоже. И System Info. Все, это были основные настройки данной зарядки. И если нажать один разочек, то мы переходим в настройки самой зарядки. То есть мы можем, что делать? Заряжать. Мы можем разряжать до 1 А. Зарядка 8 А максимум, разрядка 1 А максимум. Перевести в Storage. Также можем использовать зарядку как блок питания. До 24 Вольт можно настроить любой вольтаж. И DeStroy. Это можно уничтожить аккумулятор, если он вам уже не нужен. Но мы будем заряжать. Итак, дальше аккумуляторы у нас LiPo High Voltage имеются. LiPo, литий-ионный, LiPhi, Plumbum и никль-металл-гидридный. То есть, как обычно, все есть. Он автоматом определяет, естественно. Мы можем выставить также, сколько Вольт на банку. Банки определяет автоматически. То есть 3С. Максимум можно заряжать 6С. И, естественно, А, как я и говорил, до 8 А. Но мы не будем туда листать вниз. То есть выставляем примерно 1,5 А. Нажимаем Start. Все, зарядка пошла. Как мы видим, здесь у нас отображается вольтаж каждой банки. Емкость, которую залили. И амперы, сколько мы сейчас заливаем. Также можно во время зарядки посмотреть. Ого, сопротивление банок. Да смотрю, уже аккумулятор-то не очень. Что за аккумулятор? У-у-у, и чё-нибудь понятно. Сопротивление посмотреть. И данный входной вольтаж, выходной, соответственно, и температура. Также во время зарядки, сейчас нажать, можно поменять силу тока. То есть поставить 2 А. Хопа, шук, все. Теперь изменилось на 2 А. Постоянно вентилятор не работает. То есть сейчас она заряжает тихо. Это плюс, естественно. И когда только начинает нагреваться, будет уже включать свой вентилятор. Ну что, друзья мои, бюджетный, переносной вариант для зарядки одного аккумулятора. По мне так прикольно. 8 А мощности, честно скажу, достаточно для неё. Но запитать нужным хорошим тогда блоком питания, чтобы получить все 8 А. Экранчик здесь, конечно, будет царапаться со временем. То есть это реально, это беда. Вот этих зарядок экраны очень царапучие. Но, к счастью, мы будем тыкать не по экрану, а нажимать на внешнюю клавишу постоянно. Но в любом случае, нужно на него какой-то скрин протектор, иначе затрется просто потом по максимуму. Но в целом, круто и достаточно бюджетно, друзья мои. Ссылочки есть внизу под видео на эту зарядку и на другие тоже мини-зарядки. И на большие, если хотите заряжать много аккумуляторов. Так что заходите, смотрите, выбирайте и делайте правильный выбор зарядных устройств. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok